Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы с вами будем говорить про американские шуточки, слова, выражения, идиомы, которые используются именно в приколах. Поэтому я буду разбирать американские мемы, которые набирают миллионы просмотров. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, продолжайте смотреть это видео. Кстати, ребят, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, потому что на своем канале я рассказываю много всего про жизнь в США, про изучение английского языка и про переезд за границу. Я думаю, что вам будет очень интересно. Итак, первый мем — cheat day. Значит, что здесь происходит? Сначала мы видим девушку, которая говорит «this is fine, it's my cheat day», и она ест кусочек пиццы. Что это значит? Когда ты сидишь на диете, обычно, ну, многие люди устраивают себе так называемый день поблажек, когда они все-таки не придерживаются диеты и едят что-то, что не входит в их диету. Ну, например, вот кусок пиццы или шоколадку. И я достаточно часто это слышу в Калифорнии, потому что очень много кто сидит на диете. Поэтому, не знаю, там, на тебя смотрит твоя подруга, ты ешь пиццу, а ты ей позавчера сказала, что на диете, и ты так и говоришь «this is fine, it's my cheat day», то есть сегодня я могу это есть. Потом следующая картинка, она говорит «this is fine, it's my cheat week». То есть она уже как бы неделю «cheating». Вообще, «to cheat» это списывать, обманывать, и вот как бы она эту вот неделю себя, да, обманывает, то есть она уходит от своей диеты. Далее она ест кусок торта и говорит «this is fine, it's my cheat month». И в конце она уже просто ест огромный кусок сыра и говорит «this is fine». Ну, то есть все, похоже, диета кончилась. То есть что нужно запомнить из этого мема? «Cheat day», то есть когда ты даешь себе поблажку во время диеты. Итак, следующий мем, я его увидела буквально три дня назад, если честно, смеялась с голосом и сидели с ребятами и кроссблонами, я просто всем показала, давайте это посмотрим. Что здесь произошло? Мальчик подошел к мусорной корзине, на которой написано «thank you». И то есть он уже понял, что это «trash can», то есть мусорная корзина, кстати, по-американски «trash», а по-британски «rubbish», да, «мусор», два разных слова. Ну, в общем, этот мальчик американец, как вы заметили, может, по акценту, и он пытается пришать «thank you», но он как бы не может сопоставить эти буквы, и он говорит, что это «trash can». Не знаю, мне было безумно смешно. Что из этого нужно вынести, да, что вообще все слова, любое английское слово можно сделать spell, да, то есть произнести по буквам. Например, когда мне по телефону говорят «what is your name?» и они куда-то это записывают, и они говорят «could you spell your name?» и я им говорю не «марина» могилка, я им говорю «m-a-r-i-n-a-m-o-g-i-l-k-o», то есть по буквам произнести. И очень часто вас будут просить, как бы «could you spell your name and your last name?» и я вам очень рекомендую постараться попробовать это сделать достаточно быстро, то есть потренируйтесь на своем имени. В Америке достаточно часто я с этим сталкиваюсь, особенно когда почту нужно продиктовать, еще что-то, и для многих это такой челлендж, то есть я вам сейчас такой, не знаю, остановите видео, и сделайте задание, попробуйте произнести свое имя и фамилию вот так вот по буквам, то есть «spell your name». Дополнение к этому мему, боже мой, это так слышно, посмотрите, пожалуйста, на это. У слова «оранч» на английском два значения, одно из них апельсин, другое оранжевый, говорят «можешь произнести «оранч» по буквам». Он говорит «оранч» — ты имеешь в виду апельсин или «оранч» — ты имеешь в виду color. Кстати, когда чихаешь, в Америке говорят «bless you», но вы, наверное, знаете. Обычно вообще ничего не говорят, обычно они игнорируют то, что чихнули. Следующий мем показывает, что на самом деле не только те, кто изучает язык, делают ошибки в написании, на самом деле американцы делают кучу ошибок в написании, и вот здесь вот посмотрите, как написано слово. То есть человек услышал слово «obligated», то есть «when you are obligated, ты обязан». Как же написать «obligated»? Мы из Испании, поэтому стало «habligated». В общем, сколько раз я видела, как люди так пишут, и нужно действительно уметь догадываться, что это значит. Потому что на первый взгляд, если вы не носитель языка или на среднем уровне владеете языком, вам не сразу понятно, что здесь имеется в виду. Джейк отвечает «boy, I thought you were speaking Spanish». То есть я думала, что вообще по-испански говоришь. То есть «hobligated» это на самом деле «obligated». Следующее, что мы посмотрим, на самом деле будет Вайном. Как вы знаете, Вайн это коротенькое видео в Инстаграме, сейчас набирает огромную популярность в том, что Инстаграм продвигает эти видео. И давайте посмотрим Вайн Брэнта Ривьеры. Это влогер, вайнер из США, из Калифорнии. И он будет говорить о песне, которую я уверена, что вы все слышали. Эй, Брэн, я попробую радио. Окей. Эй, я как-то люблю это. Что я даже говорю? Я не знаю, это выглядит довольно-таки качи. Да, я люблю это. Я люблю это, тоже. Этот трек стал самым популярным на YouTube. На данный момент он набрал 3 миллиарда просмотров, и каждую секунду его смотрит 170 человек. То есть, мне кажется, уже почти все слышали эту песню. Но помимо того, чтобы вы узнали, какая песня сейчас самая популярная в США, я хочу, чтобы вы узнали парочку фраз, которые они говорят. Значит, сначала Брэнт, когда услышал песню эту впервые, он говорит I kinda like this. И вот это kinda, I kinda like this, мне вроде как это нравится. То есть, это вроде как они достаточно часто употребляют, и вместо kind of они сокращают до kinda. I kinda like this. И с заднего сидения его друг отвечает And catchy, это значит, что это легко запоминающийся ритм, легко запоминающаяся песня, и она вот пристает к тебе. Знаете, песню один раз послушала, и уверена, что вы эту да, спаси, ты сейчас после видео еще несколько минут будете проигрывать в своей голове, если несколько часов. Вот это вот though тоже они добавляют, потому что сначала друг ему сказал я не понимаю, что там поется, но он говорит ну и ладно, it's pretty catchy though, зато она вот такой вот клевый ритм. И потом они подходят, начинают вместе петь, ну и потом они уже устают от этой песни и вводят от нее. На самом деле, это особенность американского радио, если вы когда-то были в Америке и ехали, например, по трассе, мы часто едем в Сан-Франциско и Лос-Анджелес, включаем радио, и там играет, может быть, песен 20, и они вот так вот, on repeat, как это говорится, да, на повторе. Поэтому, если вы едете в Америку в долгую поездку, берите машину, в которую можно включить там AUX или по блютузу, ну и чтобы вы как бы с своим плейлистом, потому что реально невозможно одно и то же по радио. Следующий мем с очень известным певцом Дрейком, куда же без него, с ним столько мемов. На этом меме написано Ваши друзья делают планы, и вы ведете себя так, как будто вы будете участвовать в этих планах, но на самом деле вы знаете, что вы будете спать в это время. И Дрейк такой стоит, такой, да, 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 конечно, сам так вот так, а я сейчас пойду спать. В этом меме я хочу, чтобы вы обратили внимание на фразу То есть, выражение То есть, я согласен или Да, вы соглашаетесь с планами друзей пойти куда-то. То есть, например, когда вам кто-то из друзей говорит То есть, да, давай это сделаем, я за, конечно. Не могла не устоять и не показать вам еще одно видео Брэнт Риверы, потому что в нем есть очень интересная фраза, которую я поначалу, когда приехала в Америку, не понимала. Ну, разобралась достаточно быстро, но ее достаточно часто употребляют. Что произошло в этом видео? Брэнт пришел друг, и Брэнт говорит, давай поиграем в видеоигры. А его друг отвечает Ну, дюд, это обращение, типа, чувак, Он говорит, что какая-то Мэдди не любит видеоигры. Брэнт удивляется, говорит И друг говорит, да, у меня девушка. И он говорит, да, мы начали встречаться три дня назад. И он спрашивает Это окей, если она с нами потусуется? И Брэнт ему говорит, что он согласен То есть, пока вы, ребят, не начнете целоваться в засос передо мной. То есть, это make out. Я уже зачитаю определение. Это есть такой сайт, там можно посмотреть все самые популярные вот такие выражения, любому найти определение. То есть, make out, это вот целоваться в засос. Я считаю, что такие слова обязательно нужно знать, потому что, если вы приедете в Америку и начнете общаться с американцем, наверняка он что-то такое про кого-то будет рассказывать или что-то такое скажет. И такие вещи надо понимать. Ну и, конечно, дальше в этом видео ребята начинают make out in front of friend. And he's really upset. Ну, прям расстраивается. И да, вот об этом вайм. Следующий мем. На нем изображен герой мультик Симпсон. Это, кстати, мультик, который я очень рекомендую смотреть в оригинале, потому что там очень много всего суперамериканского, американских шуток. И на этом меме написано То есть, да, мне кто-то набирает по телефону вместо того, чтобы отправить сообщение. И отправлять сообщение по-американски, по-британски это texting, то есть Можно я напишу тебе сообщение? И этот недовольный малыш говорит То есть, это было далеко в 90-х. Вообще, почему это сейчас происходит? Запомните вот эту фразу, которая отсылает вас в каком-то временном периоде. Например, недавно я сидела в ресторане в Лос-Анджелесе за седним столиком сидели девушки в розовых костюмах Джуси Кутюр с фиолетовыми сумками Джуси Кутюр с белыми волосами, с наручными ногтями с вот этими вот огромными кольцами в ушах у них, естественно, были маленькие собачки. Я про себя подумала Потому что такое я видела реально в 2000-е годы когда-то вот в России когда еще девушки делали автозагар себе на лицо желтый. Ну, я просто поразилась. И вот, да, я про себя подумала This is so 2000. Why is this happening in 2017? То есть, почему вообще это происходит в 2017-м? Но у каждого есть право на свой стиль и для вас очень важная фраза This is so и какой-то год. Завершить я хочу мемом, который на самом деле не требует каких-либо объяснений. Просто малыша попросили сказать слово папа и это видео набрало несколько сотен тысяч просмотров в Инстаграме. Для тех, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Ребята, если вам понравилось это видео, понравился такой формат, пожалуйста, поставьте лайк и, пожалуйста, киньте внизу комментарии с вашими любимыми вайнерами, с вашими любимыми мемами и я могу к следующему видео перевести их для вас и разобрать какие-то слова и выражения. Я вас буду очень ждать в следующих видео и вот вам вайн про малыша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!